Публика, я очень рад, что мы можем сегодня пообщаться на тему рок-музыки. Рок-музыка это то, что имеет большое значение для очень многих людей во всем мире. Сегодня я очень рад тому, что был сделан акцент на английском уроке, ведь это главное. Потому что на сегодняшний день рок-музыка существует, наверное, везде, помимо английской. И, конечно же, очень важен американский рок, шведский рок, если говорить о континентальной Европе. Есть и в Азии, и в Австралии знаменитая группа ACDC, например. И, конечно же, музыканты, которые проживают здесь, которые практикуют, всегда начинают свой путь с того, что слушают записи мировых звезд. Это то, что нам доступно, при том, что они сюда не приезжают с концертами. И гастроли обходят стороной Приднестровья, и очень редко даже в Молдову попадают. Хотя уже на Украине вы можете послушать очень крупных исполнителей, то есть крупнейших, которые являются источником рока, скажем, на земле в 20 веке. Даже в Одессу можно смотаться и послушать. Но у нас эта возможность исключена. И что я хочу сказать. Конечно же, в определенный момент жизни и для меня рок-музыка стала очень важной частью. Я помню, в 9 лет я услышал Deep Purple, но уже не впервые. Ну, конечно, Smoke, Water, все знают, да? Или, может быть, не все, я не знаю, да? Но это не было моментом. А вот когда я уже услышал другие песни, конечно, сразу стал поклонником. И вот, наверное, где-то лет с 9 я являюсь поклонником рок-музыки. И хочу сказать, что каждый, кто становится исполнителем, инструменталистом, аккоррелистом, или, может быть, кто пишет рок-песни, конечно же, всегда начинает с того, что становится поклонником, меломаном. То есть надо сначала послушать, услышать, что это такое, как твоя душа на это откликается. То есть это рок-музыка, это всегда определенная энергия. Это не перечень нот длительности или громкость определенная. Это определенная энергия, которая заложена в людях, и которой они делятся с окружающими. Вот. И, конечно же, я, когда готовился к сегодняшнему мероприятию, связался с некоторыми тоже другими музыкантами. Мы обсудили, что было необходимо. И вот я хочу вам немного рассказать о том, что происходило здесь с тех пор, как образовалось Приднестровье. И я хочу сказать, что очень много групп было создано, ведь рок-музыка – это коллективное творчество, не сольное. Даже когда кто-то выступает как сольный артист, все равно собирается группа. Можно, что-нибудь там как-то есть, тоже у нас. А, это не сольский, да-да-да, я пишу. Ага, да. Все равно собирается группа. То есть нет такого, я вам не найду случая, что вышел просто один рок-музыкант, или, допустим, полтора часа сам играл, да. Что нормально, допустим, когда концерт классического пианиста, да. Один рояль, один инструмент и публика, зал собран. Рок – это творчество групп. Ага, вижу знакомые лица. Отлично. Так, что я вам хочу сказать. Значит, если говорить о том, музыканты каких поколений играют в Приднестровье рок, я хочу сказать, что играют музыканты всех живущих поколений, да, всех, кто живы, как бы, в любом поколении вы можете найти рокера. Причем, я хочу вас предостеречь от понимания, что рок – это косухи, что это, там, цепи и мотоциклы. Нет. Рок может быть любым. Это настолько многогранно, что практически безгранично. Рок музыканты могут быть как угодно одеты, как угодно пострижены, могут быть с подкрашенными глазами или нет с подкрашенными. Это же на дамстуках. Да, пожалуйста, не это показатель. Я же говорю, главное – это та энергия, которая исходит от музыкантов. И это всегда ощутимо, это отличается от любой другой, как у музыкальной энергии. Группы создавались на протяжении более 40 лет в разных городах. И в Рыбнице, и в Бендерах, и в Гестровске, в Тирасполе. По поводу Каменки, вот мне неизвестно. В Григориополе, в Дубоссарах. Вот единственное, что не знаю, по поводу Каменки, Первомайской, Слободзеи. Что касается всего, вполне возможно, что тоже люди играют. Просто, как я с ними не был знаком. И создаются даже такие творческие учебные центры. Например, на сегодняшний день это рок-портал в Тирасполе, которым руководит Владимир Грицкан. В 90-е годы была творческая мастерская, Вячеслава Лавиненко, моего отца нашего, Санксима Вячеслава. И такое есть везде. И что я хочу сказать. Что на сегодняшний день, конечно же, концертов не так много. Фестивали проводятся, может быть, раз в год. Сейчас вот в Ракушке проводятся. И раньше, например, лет 20 назад, когда я был студентом, Фестивали были очень распространены. И постоянно игралось. Групп было очень много, которые постоянно репетировали, занимались. И мы ездили не только, играли где-то здесь, Но и в Кишинев, например, в клубы такие рок-клубы, Как Черный слон, как Желтая подводная лодка по Бетловской песне, Которая вышла в 66-м году на альбоме «Револьвер». И, например, в клубе Черный слон выступали также и русские рокеры, И известные у нас на постсоветском пространстве. Что я хочу сказать, что, например, Рок-группа вообще достаточно сложный механизм И требует очень больших затрат И временных, и душевных, и финансовых. Потому что это не все так просто делается, как, может быть, кажется. И, конечно же, одним из важных моментов является то, где репетировать. Потому что все-таки рок тихо не играется. И, конечно же, всегда мы где-то должны быть приписаны. Кто-то репетирует во Дворце Республики, Кто-то репетирует, допустим, в бывшем кинотеатре «Спутник». Когда-то я играл в группе «Пятый угол», Она базировалась в молодежном клубе «Орфей». Также в Бенбергском ДК, например. И так дальше, да, вот в Днестровске Вот на сегодняшний день я являюсь автором и руководителем проекта «Рок на рок», да. И мы с Максимом играем, значит, барабанщик, есть басист. Это на сегодняшний день квартет. Да, и вот при доме «Пионеров», да, вот барабанщик наш. Может, можно я перейду, Максим Аминовичу, да? Что в советское время, это маленькая ремарочка, Что это было проще, все его группы были при каких-то заводах, При научных исследованиях, то есть там в нашем институте была группа, да. При каких-то, ну, таких вот солидных учреждениях, Которые могли обеспечить музыкантам, да, И помещением, иногда инструментами. А сегодня это, возможно, все, за свой счет, да, все, как бы, да. Сами, куда им приткнуться, где им поиграть, да, Где им пошуметь, где им по... Ну, конечно, вот это сложно. Вот. Ну, в течение, да? Ну, сколько надо, я могу... А, я поняла. Ну, давай тогда я просто так пробегусь по тем, Такие группы у нас сегодня. Пожалуйста, по названию. Хорошо, да. Вот смотрите, значит, Максим, Семен сказал, да. Семен сказал, да.